На улице Твери вышел новогодний автобус. При входе в общественный транспорт жители гостей Верхней Волжи встречали Дед Мороз и Снегурочка. Автобус пока в тестовом режиме будет ходить по дорогам областной столицы. На одном из первых рейсов прокатилась и наша съемочная группа. С раннего утра синий брендированный автобус с символикой транспорта Верхней Волжи превратился в новогодний и вышел в рейс. Он совершенно бесплатно возит пассажиров по 20 маршруту Энергоремонт Мигалова. Затем праздничный автобус начнет курсировать на маршрутах номер 31 и 36. Жители города рассказали о своих впечатлениях от тестовой модели нового общественного транспорта. Очень красиво, очень интересно, очень удобно. Есть также площадка для молодых флаг с колясками. Невысокий подъем. Действительно новый класс, новый уровень. Очень приятно смотрится, очень чувствуется удобно. Небольшой габарит, значит, он может побыстрее ездить, то есть не стоять в роге. Создавать новогоднее настроение жителям в новых автобусах будут Дед Мороз и Стегурочка в промежутках с 11 утра до 3 часов дня. А во время поездки горожане отмечают, что в новой схеме пассажирских перевозок предусмотрено множество маршрутов, которые продлены до тех точек города, где были проблемы с транспортной доступностью. Самое главное для людей, которые отмираются, к 6 часов утра на работу, к 7 часов утра на работу, к транспортам проделки, к 5 часов. Остановка. Комфортно. Комфортно. Всех намного удобнее. Удобно сегодняшний пассажир. На всех маршрутах городского транспорта на территории Твери и Калининского района по новой модели пассажирских перевозок предусмотрен льготный проезд по социальной карте жителя Тверской области, которая заменит единый социальный проездной билет. Ее выпуск начнется в 2020 году. Такой низкопольный автобус среднего класса оснащен по последнему слову техники. Здесь есть еще самое необходимое для пассажиров. Безналичная оплата, система кондиционирования, а также удобная посадка и высадка. Напомним, что недавно на улице Трехсвятской в Твери состоялась презентация нового тестового автобуса с символикой транспорта Верхней Волжи. Проводная способность общественного транспорта будет увеличена и составит до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем будут от 2 до 4 минут. В отдаленных районах от 5 до 15 минут. Автобусы по обновленной схеме начнут курсировать с 3 февраля следующего года в соответствии с новым расписанием с 5 утра до полуночи. Именно для удобства граждан мы ввели расписание такое, чтобы все пассажиры, все жители нашего города были удовлетворены. Именно поэтому в расписании, вне зависимости от того, один пассажир, два пассажира, наш автобус приедет и заберет его. Во время пресс-конференции журналистами губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе были учтены пожелания жителей, сохранены все действующие маршруты и восстановлены недостающие.